В столице Приволжье 16 часов и 23 минуты у микрофона Алексей Молев, вы слушаете НН Радио. Сегодня и завтра в Нижнем Новгороде пройдет большой двухдневный фестиваль культур соседи. Танцы, вкусы, впечатления, знакомства, игры, обычаи, застолья, диковинные вещицы и музыка народов мира. Все это смешается и превратится в большой праздник осени. Кроме того, сегодня же в рамках фестиваля состоится концерт Нины Карлсон. Именно эту певицу мы встречаем сегодня в нашей студии на Большой Печорской 33. Нина, здравствуй, очень рада видеть вас в нашей студии. Тем более, что я сегодня узнала, что я являюсь хедлайнером, и это всегда так приятно. Мне кажется, и всем нижгородцам приятно будет услышать сегодня вас на сцене фестиваля культуры соседи. Не устали ли? Насколько я знаю, что вы прямо с корабля на бал, к нам, с поезда. Хватит ли сил на сегодняшний концерт? Я, честно говоря, полна энергии, просто невероятно, насколько мне понравились все люди, с которыми мы сегодня работали и будем работать. Вот. И еще я хотела сказать, у меня прямо есть что сказать. Да, тогда говорите, я не буду вас сперваивать. Во-первых, я немножко там погуляла. Я хочу погулять там поподробнее, потому что невероятное количество очень классных вещей, маленьких лавочек и каких-то, что скрывать, крутых едалин. Вот, это первое. Потом совершенно невероятная команда там работает, очень слаженные, отличные ребята. А вы видели, как сегодня исправилась погода? Да, мне кажется, она тоже подготовилась к вашему сегодняшнему приезду. Действительно, сегодня с утра был дождь, а сейчас, ну, по крайней мере, более-менее погодка для концерта. Я даже... солнышко было? Уже, я думаю, будет еще. Я тоже на это рассчитываю. Что хочется спросить? Удалось ли уже попробовать вот эти вот вкусняшки, которые сегодня представлены на нашем фестивале? И будет ли время на то, чтобы как-то походить, побродить? Потому... Или все в музыку сегодня уйдет? Совершенно стопроцентно буду ходить, бродить и все пробовать. Хотя меня сейчас так гостеприимно приняли, в который раз за сегодня. И я опять объелась, не буду рекламировать свое обжорство. Но я не уйду оттуда без фалафеля и какого-то невероятного кофе турецкого. Что-то просто фантастическое происходит. На глазах сколачивают невероятной красоты лавки. Ну вот я сейчас смотрю на вас и понимаю, что вам еще можно кушать и кушать, кушать и кушать. Никак на вас это не отразится. Насколько я знаю, вы из Питера и очень часто сравнивают архитектуру Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Говорят, что наши города чем-то внешне похожи. Так ли это? Да, мне так нравится. И это уже тоже сегодня обсудили с таким количеством людей. Мы пока только ездили, а сейчас мы будем гулять. Такие у вас красивые дома еще сохранились. Просто фантастика. Это большое счастье, что их не рушат в основном. Нам на самом деле приятно услышать такие теплые слова от нашего старшего брата, потому что, наверное, архитектуры-то вас сложно удивить, если вы из Петербурга. И все-таки нам вроде как удалось это сделать. Удалось это стопроцентно, да. Место Почаяно, где сегодня будет проходить фестиваль. Там понравилось ли вам? Вот такой вот глупый немножечко вопрос, но наши организаторы также очень рекламировали его, потому что там говорят шикарный вид на Нижний Новгород. Фантастический вид это А. Б. То, как задекорирована сцена, то, как задекорированы все лавки и улочки, вот эти маленькие, внутри Почаяно. Этот стоит увидеть, если честно. Я просто фантастика, как счастлива, что такие красавицы и умницы сделали такую красоту. Да. А поскольку сегодня ваш концерт и что ждать всем нижегородцам на нем? Концерт, насколько я правильно понимаю, в 8 вечера. Ожидать, как ни странно, песни, конечно. Ожидать то, что буду не сольным, буду сегодня со своими музыкантами, а на них стоит посмотреть, конечно. Это какие-то совершенно супер монстры, идеальные игры и какого-то фантастически проникновенного звука. Это первое. Второе. Будут наши песни, мои песни, и будут еще какие-то... Я обычно не афиширую, я сегодня поняла, что стоит афишировать. Будут и новые номера, я постоянно их исполняю, просто я никогда не говорю об этом. Будет очень много нового, как всегда. То есть, несмотря на то, что вы команда из Петербурга, сегодня в Нижнем Новгороде будет музыка все-таки жаркая. И греть будете нижегородцев, ну, из последних сил. Да, и саундчек очень поэтому интересно прошел. Да, я уже вдохновлена. В это же время, что хотите сегодня увидеть от нижегородцев? Какими вы хотите их увидеть? Ну, по крайней мере, не аморфными, наверное. Если честно, ни одного аморфного человека сегодня мне не встретилось. Слава Богу. Я хотела бы, чтобы они продолжали быть такими же дружелюбными и интересными. Я сегодня уже порадовалась за одного человека, который поступил в совершенно шикарный вуз в Лондоне. Я уже сегодня поговорила, совершенно редкий разговор был у нас о религии с группой людей. Потом был разговор по поводу музыки. И мне интересно сегодня. Я, честно говоря, думаю, что люди сегодня сделали мой день. Мне кажется, все это еще раз доказывает, что фестиваль культур как-то объединяет, сплачивает людей. Все сегодня очень тепло и гостеприимно в Нижнем Новгороде. И это здорово. Если честно, так получилось, что тема фестиваля раскрыта сегодня просто полностью. Конечно, да. Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в студии певица Нина Карлсон. Вместе со своей группой они дадут сегодня концерты на заводе «Почайна» в рамках фестиваля «Культура соседей». Начало концерта в 8 часов вечера. Ну, а вы можете уже прямо сейчас идти к «Почайне», потому что там происходит очень много интересного, друзья. Время нас активно поджимает. Нина, большое спасибо вам за это короткое, но емкое интервью. Будем надеяться, что сегодня и нижегородцы вам также, ну, по крайней мере, подали свою теплую какую-то энергетику. И вы уедете из Нижнего Новгорода довольны. Я думаю, что это стопроцентно так и произойдет. И именно в «Почайну» мы сейчас и поедем. Мне кажется, там будет здорово уже сейчас. Ну что ж, тогда легкой дороги. Мне же остается сказать, друзья, приходите к заводу «Почайна». Там сегодня проходит фестиваль «Культур соседей». Там действительно здорово. Прямо сейчас еще немножко отличной музыки, но затем, конечно же, главные новости этого часа.